всем привет как и обещала сделаю небольшой обзор о посылочке которая мне пришла от фрактайл пайн я давно говорила что мечтаю попробовать их миловые краски вот мне пришли такие миловые краски начну с них песня русалок скажу честно что это одна из моих любимых вот здесь в работе я ее использовала но чуть-чуть приглушила ее еще воском золотого цвета цвет потрясающий если честно для моих проектов будущих мне пришли еще вот такие краски цвет сушеная оливка и марокканская олива этой вот сушеной оливкой я окрасила себе фотофон и покрыла его матовым лаком вот на фотографии особо блеска как бы не видно но как бы он матовый да должен быть и блестеть не должен но в некоторых местах немножко он все-таки поблескивает возможно за счет того что я не в один слой наносила так как поверхность которая будет постоянно в использовании и чтобы краска не стерлась я покрыла два слоя этим лаком марокканская олива я сейчас буду показывать и как они выглядят ну и для сравнения сушеная оливка она чуть темнее так это была сушеная оливка вот такая вот марокканская олива цвет намного светлее так пока она будет сохнуть я вам буду показывать еще также другие так цвет полы помешаю такой нежнейший цвет такой знаете для шиби работ давайте начнем с орхидеи тоже нежнейший такой цвет ну как нежнейший да она выглядит нежнейшим на крышечке красится таким вот ярким красивым цветом когда краски высохнуты увидеть что они реально матовые хорошо крызистые так чили краску я купила для особым зимнего проекта зимнего проекта вот она даже у меня еще не открытая яркий алый цвет как раз для новогодних работ ну все вы знаете что я в своих работах очень люблю темные оттенки вот такой коричневый цвет космическая пыль вы знаете коричнево-сероватый антероцит черный цвет показывать не буду черный цвет красивый цвет матовый не глянцевый что очень радует меня потому что ну очень редко найдешь производителей краски с матовым эффектом потому что все равно где-то присутствует в основном гляне а здесь матовый очень красивый оттенок кстати ему я окрасила вот этот фотофон единственное что я его смешивала с белой краской и сверху я его покрыла вот таким вот воском воск кофе вот здесь у меня вот он присутствует он остается в глубинах у меня также есть медиум прозрачный медиум уже зарекомендовал панечку эту не скрывала у меня была маленькая баночка она еще есть очень хороший медиум так как он бумагу не деформирует что для меня очень важно потому что страничках в альбомах когда медиум покрываешь их да и наносишь какие-то краски и спреи то соответственно ну даже тех же спреев у бумага деформируется здесь как бы он за кремль зарекомендовал себя в плане того что даже нанося спреи он хорошо держит форму странички не деформирует при этом так покажу вам такие сияющие патины королевский пурпур и ночная орхидея у меня патины были обычные да там с золотым эффектом а вот такие вот именно сияющие я первый раз приобрела так давайте хожусь тут же также на холстике они такие вот жиденькие плохо видно конечно на холсте если это будет загрунтованная какая-то фигурка то нанося даже тот же спрей поверх да с обычной водой не спрей полинализатор воды наносить то он будет красиво разбрызгиваться и будет такой сияющий эффект в принципе тут немножко видно его так ночная орхидеи вот сейчас у меня подсох вот этот немножечко и видно как он сияет камер скорее всего не передает так как за окном у меня нет солнышка у меня тянут теневая сторона дома и чтобы найти солнце особенно когда пасмурно очень нужно постараться вот дальше у меня вот такие сухие краски не значит у меня потянуло прямо на сиреневые как бы немой цвет я очень редко его в работах использую но вот захотелось так лавандовое поле и винный сейчас я их покажу так пока все сохнет здесь буду показывать так лавандовое поле так я переживаю за свой фотофон лишь буду ляпать на него и винный поэтому я не буду брызгать я чисто водичку нанесу и покажу какие цвета ну и соответственно помните чем больше воды допустим да или вы смешиваете с белой краской соответственно тема насыщеннее либо наоборот не насыщеннее а светлее цвет так и вот он винный правда можно перейти в розовый здесь как раз сиреневый так что еще у меня есть у меня есть вот такие посты то белая сматывая с трещинами я не буду ее открывать скажу что у меня она уже была в другой правда упаковочке и показала она себя прям зарекомендовала от и до потому что трещина реально красивая так давайте я первый раз пробоваю это бетон и графит откроем и посмотрим что же там так я вот на листик чисто нанесу начну из бетона наверно она чуть-чуть посветлее так ну краска такая ой краска высказали все уже просто такая интересная у нее эффект знаете такой песочный что ли эффект интересный и графит там разогналась много графита совсем другой эффект нету таких каких-то песочных как вот здесь вот да допустим я бы что как песок она такая прям не воздушная не знаю как это сказать про в общем интересный такой эффект игру как ну песочный на ощупь здесь она все-таки немножечко как гелик не знаю как высохнет посмотрим чего из этого будет но тоже довольно таки интересно и через трафарет можно попробовать сейчас посмотреть сразу как она будет смотреться так уже попробую сейчас то я когда даже наносишь такой знаете эффект склябанья в общем пока по ощущениям мне бетон так бетон понравилось больше ну в общем то и все что я вам хотела показать я вам очень долго не могла снять это видео у меня уже эти краски все остальные там пасты уже около месяца и я уже их и начала даже их понемножку юзать но никак не могла снять малыша там зубы то животик работы много все что-нибудь вдохновение бывает нету поэтому все таки дождались они момента чтобы вам показать себя во всей карте вот часть уже подсохла прям ну вот видно прям очень видно что она сияет и я думаю что даже на черных темных работах будет вообще шикарно смотреться тот сияющий эффект в общем такой небольшой обзор спасибо за внимание пока пока